В следующем году на реализацию проекта формирования комфортной городской среды Сочи рассчитывает получить 250 миллионов рублей. Большая часть средств – это федеральные и краевые бюджеты. Свою лепту в размере 30 миллионов внес и муниципалитет. Город у нас на месте не стоит и без программы. Но с программой, конечно, будет намного легче, потому что это целевые деньги. И самое главное в этой программе – это участие общественности. Плюс здесь разговор идет еще о программе парки малых городов, согласно которой город может получить еще средства на то, чтобы приводить в порядок не только придомовые территории, которые уже давным-давно не приводятся в порядок, но и общественные зоны, такие, как, например, город за счет своего ресурса сделал сквер 80-летия Краснодарского края, фестивальный сквер, сейчас делается сквер на бытке. Выделенных средств может хватить и на строительство новых скверов по одному в каждом районе курорта. Что же касается придомовых территорий, то их в Сочи определено 1902. Какие из них попадут под реализацию партийного проекта уже в следующем году, также решили сегодня, учитывая мнение общественности и представителей ТОСов. Необходимо было понять, на какой территории что необходимо сделать. То есть где поставить лампочки, где поставить урны, где правильно расположить освещение, где обеспечить озеленение, где заасфальтировать территорию, где сделать благоустройство, связанное с установкой бордюрных камней и все прочее. То есть все это было сделано, и все это необходимо было внести в ГИС ЖКХ. ГИС ЖКХ это государственная информационная система ЖКХ. Потребовалось, чтобы вы понимали, на каждую территорию требовалось потратить 15 минут для внесения этой информации в ГИС ЖКХ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова